Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Итоги недели с Евгением Йениным. Добрый вечер, меня зовут Евгений Йенин. Это программа «Итоги недели» на радио Комсомольская правда. Да, давайте поговорим о том, что на этой неделе было и о том, что из этого выйдет. Прошел конкурс «Мисс Екатеринбург» и новая первая красавица в городе будет у нас в гостях прямо сейчас. Расскажем, как город продвигается в других городах, как привлекают туристов, что предлагают посмотреть. И авиакомпания «Редвингс» задержала рейсы на маршруте Екатеринбург-Аталия на трое суток. Почему и что делать туристам в случае такой задержки? И мой первый гость – это Александра Кузнецова, «Мисс Екатеринбург-2023». Саша, поздравляю. Здравствуйте, спасибо большое. Вопрос, который я задаю всем «Мисс Екатеринбург», а я практически всем их позадавал. Каково это чувствовать себя самой красивой девушкой Екатеринбурга? Вот я самая красивая девушка, у меня есть справка с печатью о том, что я самая красивая. Это очень приятно, радостно. Но я бы не сказала, наверное, что я там прям самая красивая. Ну а как самая, если «Мисс Екатеринбург», куда деваться-то? Корону дали, квартиру дали, значит, самое. Ну, опять же говорю, очень радостно, правда. Я в восторге, так скажем. Когда вы решились пойти на конкурс, о чем вы думали? Ну вот я моделирую ситуацию. Так, я самая красивая девушка Екатеринбурга, я должна пойти забрать свою корону, например. Или что-то другое. Это было очень спонтанное решение. Я пришла на конкурс второй раз, я участвовала в 21-м году, и ничего не выиграла. И тут как бы поменялись организаторы конкурса, я решила действовать, что-то узнать новое. А еще сестра твоя участвовала в конкурсе. Да, все верно. То есть это у вас семейная? Семейная, да. Сестра участвовала в 2018 году, заняла место вице-мисс. Ну, вы просто семья мисок какая-то. Получается, что так. А чему на конкурсе вас учили? Потому что всегда же вас учат. У нас были занятия по речи, дефиле, хореография, фитнес и очень много различных мероприятий наподобие экскурсий. Да, вас же вывозили и даже кирпичи выклали. Да, мы ездили на стройку, учились класть кирпичи. Что из того, чему учили, пригодилось и пригодится? Я думаю, что абсолютно все пригодится. Ну, то есть кирпичи класть планируется, я понял. А почему бы и нет? Может быть, строительство все равно меня ждет впереди. Надо делать ремонт в новой квартире, поэтому любые знания полезны. Ну, кстати, квартира – это, по-моему, самый крупный приз за всю историю 26-летней миссии Екатеринбург. Так что еще раз поздравляю, повезло. Спасибо огромное. А будешь жить в квартире? Да, собираюсь. Ремонт, а потом жить? Да. Прекрасно. Почему, по-твоему, жюри выбрало тебя? Ну, все равно же есть какой-то ответ на этот вопрос. Почему я? Я думаю, за мою искренность, доброту, открытость. За улыбку. Ну, вот за доброту, я не знаю, как жюри оценивало доброту участниц, но за улыбку, да, это возможно. Конкурс был впервые на открытом воздухе, а ты принимала участие уже в закрытом. Разница в чем? Для участниц, в ощущениях? Для участницы, ну, значительно больше народу пришло, конечно же, на центральную сцену, это всегда волнительней. Сейчас ты занимаешься ретушью? Да. Это что вообще? Ну, я знаю ретушь фотографии, например. Да, ретушер – это человек, который профессионально обрабатывает фотографии для фотографов, магазинов, журналов. Вот этими занимаюсь. Еще ретуширую ювелирные изделия. Что ты именно делаешь, как ретушер? Ну, чтобы понятно было. Убираю недостатки, например, на коже, убираю синяки, убираю лишние какие-то, ну, моменты, которые не нужны в кадре. Тебе скидывают фотосессию? Да. И ты сама обрабатываешь или тебе говорят, что сделать? Ну, всегда по-разному, иногда фотографы дают свое техническое задание. А так иногда просто скидывают, и ты сама делаешь, вот кнопка «Красиво» – это ты. Да. Ну, да, иногда мне просто доверяют, как бы, и я делаю на свое усмотрение. И ты закончила ОРГО при этом? Да. По какой специальности? Экономика предприятий и организаций. Это высшее образование? Баклавриат. Я вот сейчас, я запутался, я вот, у нас-то было все проще в наши времена, сейчас снова будет проще, потому что все это подменит чертовой матери. Да, я обучалась четыре года вместо пяти. И дальше ты будешь работать по специальности или будешь ретушером? Я думаю, что я попробую себя в роли экономиста, но при этом свое хобби, вот ретушерство я не хочу бросать и тоже собираюсь его развивать дальше. Как экономиста спрашиваю, сколько рассчитываешь зарабатывать? Чем больше, тем лучше. Доход, который ты бы считала хорошим для себя, какой? Ну, сложно говорить, когда я еще не работала, но для начала я бы хотела зарабатывать, вот, наверное, 80 тысяч и идти дальше. Это классика, потому что, когда разговариваешь с HR, они говорят, вот эти молодые, они все приходят, ничего не умеют, говорят, хочу не меньше 80. Причем 80, это правда звучало, это не я сейчас придумал, это HR говорили. Видимо, в головах у вас, выпускников, это 80 висит где-то каким-то образом, как начальная сумма. На что будешь тратить 80 тысяч? На какие-то нужды, в принципе, это еда, одежда, возможно, съем квартиры какой-то. Такой съем квартиры, у тебя есть квартира? Она еще строится. А, вот это еще, которая твоя, подаренная, еще строится? Да. Ну, достроится. В дальнейшем, ну, знаешь, тоже спрашивают на собеседованиях, кем вы себя видите в нашей компании через 5 лет, например? Кем видишь себя через 5 лет просто в своей жизни? Успешная девушка, которая смогла развить себя в карьере, которая растет дальше и повышает квалификацию. А успешная это что такое? Ну, успех для всех, как бы, относительно, так скажем, у каждого он, ну, выглядит по-своему. Для меня это просто... Ну, для кого-то это место в карьере какой-то, для кого-то это сколько-то денег, для кого-то это возможность ездить куда-то, куда он хочет ездить. Для тебя что? Ну, для меня это все вместе, когда есть возможность действительно исполнять все свои нужды и ни в чем себе не отказывать, при этом постоянно расти. В жизни ты тусовщица или домашняя? Я домашняя. Домашняя? Не ходишь никуда? Да, абсолютно нет. Вообще никуда? Я живу сейчас в Арамиле и в город выбираюсь только по каким-то важным... А город в Екатеринбург? Ну, да, в Екатеринбург выбираюсь только по каким-то важным делам. Ну, какие-то места любимые в городе есть? Ну, скорее всего, парки, парк Маяковского, люблю погулять там с семьей. А, ну, да боже ж ты мой, девушка, 21 год, и погулять, любимое занятие погулять с семьей в парке Маяковского. С семьей имеется в виду с родителями, с сестрой еще есть, братья? С сестрой, у меня две сестры. Ну, вот прекрасное времяпрепровождение. Ты сказала в интервью, что твое сердце свободно. Да. Это уловка, потому что, ну, очень часто люди публичные говорят, да, я один, я одинок, ну, чтобы его больше любили фанаты, потому что если занят или занята, то ну что уже, ну все, надо кого-то другого искать. Это уловка или на самом деле свободно? Я на самом деле свободна. Ты ищешь себе партнера, друга? Конкретно такой цели нет. Это всегда, мне кажется, какая-то случайная встреча, и, возможно, в дальнейшем она перерастает в какую-то любовь. То есть пока встречи не произошло? Нет. Но есть какой-то образ вот того вот самого на белом коне? Это добрый, открытый человек, который всегда меня поддержит, при этом который имеет свои цели и тоже растет и мотивирует меня. Ты советуешь... Ой, ну ты перешел, простите. Ничего страшного. Ладно, хорошо, все, поздно уже. Советуешь девушкам участвовать в конкурсе «Мисс Екатеринбург», потому что, ну вот для меня участие в каком-то конкурсе всегда немножко страшно, потому что проиграешь. Ну выигрышка молодец, а если проиграешь, ну ты лох, все, иди отсюда. Ты пришла, чтобы взять корону, тебе сказать, нет, ты не самая красивая, все. А ты через это уже проходила. Ну это неправильно так думать, что вот все, если ты проиграл, ты этого не достоин. Это как раз-таки можно понять по моему примеру, то, что я пришла второй раз добиваться своей цели, доказать всем, что я та самая. Я однозначно советую девочкам всем попробовать сходить на этот конкурс, потому что он не только про внешнюю красоту, но и про внутреннюю. Что дает, ну глобально дает конкурс, участие в конкурсе «Мисс Екатеринбург»? Знание, мудрость, умение работать в коллективе, дисциплину. Кстати, что было самое сложное в подготовке? Сложное было, были занятия по речи, потому что, ну я даже банально, мне было сложно выговорить скороговорку «пакет из-под попкорна, из-под попкорна пакет». Тридцать три корабля лавировали, лавировали, лавировали. И про сам конкурс в самом конце, что там было для тех, кто не был на плотинке? Было шоу, мы рассказывали о районах города, все это сопровождалось параллельно дефиле или хореографией, вот, и финальный выход в свадебных платьях. Что было самое сложное? Ну потому что, ну я как ведущий работаю на сцене, я всегда волнуюсь, хотя давно этим занимаюсь, вот страшно же, наверное, было перед таким количеством людей выходить. Ну очень страшно, действительно, причем как бы вроде кажется, что ты ко всему готов, но когда ты выходишь на сцену, начинают дрожать ноги, и мне было даже сложно просто вставать в какую-то позу. И из такого самого сложного для меня ответственного был самый последний выход в свадебных платьях, потому что был длинный шлейф, во-первых, мы спускались. И можно было упасть. Да, мы спускались по лестницам, действительно было страшно упасть, и плюс я выходила первая, и мне надо было вставать на определенные точки, я всегда боялась, что я как-то запутаюсь. И тем не менее, все получилось. Александра Кузнецова, мисс Екатеринбург-2023 была в итогах недели на радио «Комсомольская правда». Сразу после рекламы поговорим о трехсотлетии, продвижении города, как это делается. Итоги недели с Евгением Йениным. Итоги недели на радио «Комсомольская правда». У меня в гостях Татьяна Белик, директор муниципального предприятия «Столица Урала». Здравствуйте, Татьяна. Добрый день. Слушайте, ну у вас же просто год какой-то самый авральный, наверное, потому что не просто день города, на который ваше предприятие работает в том числе, а трехсотлетие, но самое-самое. Не скоро будет следующий сто лет, мы не знаем, кто будет директором «Столицы Урала» через сто лет, но вот это все свалилось с трехсотлетия на вас свалилось. Ну да, и помимо трехсотлетия у нас еще есть федеральная субсидия, наш грант, который город Екатеринбург выиграл в прошлом году. Это тоже такое ответственное мероприятие, направленное на благоустройство туристического центра города, и с ним связано... Благоустройством тоже вы занимаетесь? Благоустройством занимаются все подразделения администрации города Екатеринбурга, и в частности все мероприятия вот этого туркода, да, они разделены между структурными подразделениями, но у каждого есть свое ответственное, и мы тоже отвечаем за ряд мероприятий, потому что их очень много. Это и малые архитектурные формы, это и прекрасный 3D-мэппинг, который, например, сейчас идет на здании Эрмитажа Урала. Для тех, кто не знает, объясните, что это. 3D-мэппинг? Это проекция с учетом архитектурных особенностей здания на фасад здания. На мэрии это будет сделано вот в день города, насколько я знаю? Нет, оно уже началось вчера. Да, сеансы начались со вчерашнего дня, 17, 18, 19 августа, можно увидеть это потрясающее шоу. Во сколько? Когда темно же? Да, в 22.40 начинается трансляция, и одновременно она идет и на здание администрации, и на фасаде здания Эрмитаж Урала. На Эрмитаж Урале она посвящена эвакуации коллекции государственного Эрмитажа в годы войны. То есть она такая тематическая, наша тоже гордость, и одна из наших таких брендовых составляющих, в том числе, потому что сейчас мы, продвигая Екатеринбург, в том числе говорим о том, что это город, спасший Эрмитаж. Шигирский идол вам нравится? Мне нравится. Мне тоже хорошо, что совпали. Я объясню, почему спрашиваю, потому что тут был небольшой скандальчик. Шигирский идол решили сделать одним из методов продвижения Екатеринбурга, ну, потому что вот такого нет нигде. У нас самая древняя в мире 11 тысяч лет деревянная скульптура, но вызвала это некое сопротивление у кого-то, ну, потому что идолище поганное, мы же православные люди, как же можно? Но вы все-таки отстояли его и решили продвигать. Мы отстояли, потому что считаем, что он, конечно, не идолище поганное, что он все-таки наше наследие, он как предмет искусства. Мы рассматриваем его исключительно так. Мы археологи, музейные работники, экскурсоводы, и смотрим на него как на достояние, как на факт того, что на самом деле Екатеринбург древнее, чем кажется, и что... Ну, сейчас вот вы куда-то пошли, потому что все-таки Екатеринбург не древнее, чем кажется, потому что мы даже не знаем, кто этого идола сделал, и что... Мы даже не знаем, на самом деле, что это, мы только догадываемся, что это... Догадываемся, и в этом своя изюминка. Мы даже не знаем, религиозный, например, это артефакт или нет, потому что есть только догадки. Но, тем не менее, то, что это самая древняя в мире деревянная скульптура, она старше египетских пирамид, что-то в два раза получается. Старше древнего Рима, и мы это используем, безусловно, на продвижение города, потому что нет древнее деревянной скульптуры на земле. В целом, как вы продвигаете Екатеринбург? Ну, есть же какая-то стратегия понимания того, как он должен, как это должно происходить и куда мы должны двигаться? Ну, мы находимся, во-первых, в постоянном все-таки поиске вот этих опорных точек, смыслов, и за последний год, наверное, мы проделали все-таки большую работу в этом направлении. Продвигаем мы разными способами. Во-первых, мы, конечно же, делаем это в оффлайне. Мы выходим в поля, мы много участвуем в выставках за пределами города Екатеринбурга, где много рассказываем о Екатеринбурге. И в рамках подготовки трехсотлетия мы очень много это делали, и было проведено бесчисленное множество презентаций на всех ключевых туристических форумах, в том числе на ВДНХ, на путешествия и так далее. Конечно, мы продвигаемся в интернете. Тут, безусловно, нам хочется большего, но сталкиваемся с определенным ограничением ресурсов. Тем не менее, была реализована большая кампания по продвижению событийной программы трехсотлетия именно на внешнюю аудиторию, на туристов. Мы выпустили много-много спецпроектов в российских городах. Там это была и Москва, и Санкт-Петербург, и Казань, и Уфа, Башкортостан. Это, безусловно, города Большого Урала. То есть все наши соседи, которые к нам активно всегда приезжают, старались очень много рассказывать и о событийной части, и о том, что можно поделать, куда сходить в городе. Продвигаем через полиграфическую продукцию. Это тоже вот в этом году выпустили, например, совершенно новый путеводитель по конструктивизму. Это тоже была большая работа. Нам помогали Дмитрий Москвин, территория авангарда, и получился такой хороший очень продукт, за который нам действительно не стыдно. Это очень хорошо. Кстати, Дима Москвин – это мой экскурсовод. Ну, в смысле, не личный экскурсовод, но это экскурсовод, который больше всего меня с дочерью водил по Екатеринбургу и окрестностям. Давайте себе представим, что… Нет, даже не представим. Вот вы уехали куда-то, в другой город. Что вы рассказываете о Екатеринбурге? Для чего вы приглашаете людей в Екатеринбург? Что предлагаете посмотреть, куда сходить? Безусловно. Наш город – это город уникальных пространств, и Ельцин-центр – это одно из них. Мы, конечно же, говорим о древней истории Урала, да, и мы уже упоминали шегирского идола, и всех приглашаем посмотреть и на эту составляющую, и на историю какой-то древней металлургии, да, есть такие и туры, и маршруты, которые позволяют познакомиться с этим. Это вот когда на камнях такие выдолбленные какие-то штучки, считается, что там что-то делают. Да, конечно. Безусловно, мы говорим про Екатеринбург как про столицу конструктивизма, потому что нет другого города вообще в России, где это просто не точечные объекты, а конструктивизм, как архитектура, прямо формирует среду городскую, и является прямо неотъемлемой её частью, и за этим действительно едут. Мы говорим о Екатеринбурге как о городе современного искусства. Всегда рассказываем и об индустриальной биеннале, которая входит в топ-10 самых значимых, да, мировых биеннале, и про наши ежегодные фестивали прекрасные, про стенографию, про фестиваль паблик-арта ЧО. Музей Индеграунд вполне открылся в прошлом году, вполне уникальный, ну, потому что я знаю, что есть в России, такого нет точно. Да, всё верно. Говорим про наши уникальные музеи, и вот, кстати, про музеи, они тоже проделали в этом году колоссальную работу, тот же самый музей изобразительного искусства, Екатеринбургский музей ИЗО под управлением Никиты Корытина. Просто восхитительно. Во-первых, они, много было гастролей в наш музей привозилось, вот сейчас, например, идёт выставка коллекции Нижегородского музея. Также наш музей выставлялся в Нижнем Новгороде в рамках такого культурного обмена с коллекцией авангардного искусства. Была у них потрясающая выставка адреса андеграунда, почему была? Она действовала в конце сентября. И пермские боги, то есть это просто выставочное великолепие. Также музей истории Екатеринбурга, городской музей, множество потрясающих проектов реализовала. Вот последний из них – это исчезнувшая выставка о памятниках, которых уже не существует. Она просто очень интересная и потрясающая. Татьяна, я поздравляю вас с трёхсотлетием, ну и давайте вы от имени столицы Урала поздравите всех нас. Давайте. Поздравляйте. Я поздравляю горожан с трёхсотлетием города Екатеринбурга. Трёхсотлетие – такой трогательный момент, который позволяет прочувствовать, мне кажется, величие нашего города, его колоссальный вклад вообще в историю России. И сейчас у нас работает инфоцентр в историческом сквере, инфоцентр трёхсотлетия. Очень радостно там общаться с горожанами и чувствуется, что для людей это просто действительно очень трогательный момент. Я всех поздравляю. Ура! Ура! Татьяна Белик, директор муниципального предприятия «Столица Урала», была в итогах недели на радио «Комсомольская правда» после новостей. А авиакомпания «Ред Винкс» задержала рейсы на маршруте Екатеринбург-Анталия на двое суток. Так почему и что делать туристам в случае такой задержки? Итоги недели с Евгением Ениным. Итоги недели на радио «Комсомольская правда». Авиакомпания «Ред Винкс» задержала рейсы на маршруте Екатеринбург-Анталия. Вот немножко сбился с насчёту двое суток, трое суток. 71 час получилось. Двое суток. Ну, трое. Трое суток получается. Да. Почему и что делать туристам в случае такой задержки? Мы будем говорить с Натальей Абориной, с экспертом по туризму. Здравствуйте. Добрый день. Добрый вечер. Особым трепетом я начинаю говорить на эту тему, потому что это мой маршрут. У меня ещё с весны билеты на осень. Я заранее подешевле. Подготовился. Получается, подешевле. Заранее купил билеты. Я на свой день рождения на 1 октября всегда улетаю куда-нибудь. Улетать собираюсь в замечательный город Каш. Вы наверняка знаете уникальное место. Конечно. Слава тебе, господи. Ну, через Анталию куда ещё там? Ну, разлётка вся через Стамбул через Анталию. Конечно же. И я, когда началась эта история, просто начал... Испугались. Ну, дёргаться начал, конечно. Ну, как все. Как все, собственно говоря, неожиданное, нетипичное за последние 3-4 года. То есть, после пандемийный период. Это, наверное, первый такой стресс для Екатеринбурга. Мы его пережили. Вот жертв потерпевших, пострадавших, ну, в серьёзной форме нет. Не, ну, давайте себе объясните, что вы имеете в виду, потому что жертв в прямом смысле не ожидалось. Ну, госпитализации нет. Ну, что вы. Бывали всякие случаи. За мою практику, за 30 лет в туризме было там. Там люди хватались за сердце, увозили на скорой. А, ну, всё, понятно. От давки и всё такое. Нет, ну, в общем, мы ещё как раз вот передача на этой неделе была, как с достойным лицом выходить из такой ситуации. То есть, во-первых, ситуация непрогнозируемая и ситуация, ну, такой форс-мажор. Чтобы у авиакомпании, ну, верной, проверенной, надёжной авиакомпании, надёжность, которая гарантирована государством, конечно, нормальная авиакомпания. У неё в арсенале три дальнемагистральных самолёта 777 и там 20 суперджета. Да, суперджеты не долетают до Анталии, поэтому даже если они были свободны, их отправить за пассажирами не могли. Вот так случилось, что из этих трёх дальнемагистральных два с разницей в сутки вышли из строя. Ну, как это можно было спрогнозировать? А сейчас проблема с ремонтом. Да, сейчас проблема. Оба борта отремонтированы, был выпущен официальный пресс-релиз о том, что нашли запчасти. Ну, во-первых, за туристами вылетели дружественная авиакомпания, предоставила свой борт. Ну, правда, долго ушло время, сутки ушли на согласование воздушных коридоров, взлёта, посадки. Это же всё разрешение, это же воздушный кодекс. Поэтому подключилось государство, удалось договориться с другой авиакомпанией, которая предоставила свой борт. Туристов вывезли, и вчера был опубликован пресс-релиз официальный, вернее, два. Первое о том, что заведено уголовное дело и назначено расследование, почему это случилось и можно было ли это предотвратить, и кто допустил халатность и неисправность двух бортов. А второе, это то, что все заявленные рейсы вошли в ранее... То есть сейчас всё в нужном ритме делается. Да. С вылетами из Анталии в Екатеринбург, из Екатеринбурга в Анталии, всё вошло в предыдущий график. Наталья, что делать пассажирам, если с ними случается вот такое? Причём сначала же ведь неизвестно, насколько задержка. Кстати, это очень нехорошо, многие авиакомпании делают как там, на час, и на час, и ещё на час, и на два, и так продолжаются сутки. Скажите сразу, что на сутки я поеду домой и успокоюсь. Я предупрежу тех, кто меня встречает и ждёт. Вот это самое главное, отсутствие информации, вот это, наверное, самое страшное в кавычках, ну вот такое из того, что происходит с пассажирами там, призывать оставаться в трезвом и твёрдой памяти, взвешивать всю ситуацию и следовать рекомендациям представителей авиакомпании. Вот гораздо хуже, если представители, о том, о чём вы сейчас сказали, представители авиакомпании не говорят, что делать. Но в данном конкретном случае с этими самолётами, с этой авиакомпанией, всем туристам было предоставлено проживание, питание, через три часа после того, как стало понятно, что задержка рейса, да, там было два неудобства, два раза загружали багаж и опять их высаживали, то есть думали, что починили самолёт, потом не починили самолёт. Вот это, кстати, отдельный момент, я не очень понимаю, как так происходит, потому что, ну, ребят, ну вот деталь поменяли и вот газанули, и что, проверьте сначала, прежде чем людей задавайте. Я вам расскажу, да, и может быть даже будут какие-то судебные разбирательства, и тут нужно понимать следующее, что когда мы работаем в правовом поле туризма, то все думают, что это закон о защите прав потребителей, да? Ну да, я тоже так думаю. Вот, а когда мы говорим про воздушное пространство, есть воздушный кодекс, и решение о том, летит самолёт или не летит самолёт, принимает на себя капитан судна. И вот если он завёл лайнер, вышел на взлётную полосу и понимает, что жизни и здоровью пассажиров угрожает хоть малейшая опасность, он принимает решение разворачивать самолёт, и делается объявление, ждём следующий борт, забудьте о вас. Это трудно объяснить иногда пассажирам, то есть будут, я думаю, суды, моральные компенсации, я думаю, что авиакомпания и туроператоры достойно выйдут из этой ситуации, то есть сезон был хороший для туризма, средства есть, может быть, нечистыми деньгами, может быть, какими-то баллами, бонусами на следующие полёты, перелёты, но ситуация действительно форс-мажор. Вот если бывает такое, знаешь, что такое форс-мажор? Опоздал на рейс, это не форс-мажор, это халатность. А вот два борта из трёх выходят, из троя, были, в прямом эфире был такой звонок, а почему не взяли, например, из Новосибирска, да, там же тоже есть полётка там, или из Челябинска, то есть, и мы так, ну, на эту тему, ну, давайте, чтобы из Екатеринбурга туристы все вернулись, а из Новосибирска зависли на двое суток. Ну, всё же раскуплено, сейчас выступит сезонка. Это высочайший сезон, сейчас пик сезона с возвращением к школе, сейчас пик сезона, хорошо, что всё выровнялось, мы следим за этой ситуацией, но вот, опять же, был в прямом эфире вопрос на тему, а может ли такая ситуация повториться? Может. Конечно. Может, поэтому я-то вот, мне лететь, я могу только расслабиться, как пассажир Red Wings потенциальный с билетами, ну, я понимаю, что может опять что-то сломаться, и вот никакой Бастрыкин... И хорошо, что вы не вылетели. Бастрыкин не поможет, потому что, ну, вот оно сломалось, всё. Ну, все живы-здоровы, оно сломалось, никто никуда не полетел, ничего не случилось. Далее всем было предоставлено питание, всем было предоставлено... А в Екатеринбурге тоже? Потому что я предполагаю, что из Екатеринбурга летят не только жители Екатеринбурга, которые могут вернуться домой, и там уже что-то делать. Да, вы абсолютно правы, город Серов, Североуральск, Челябинск, Урган, Оренбург, они тоже летают из Екатеринбурга, и наши-то по домам разъехались и ждали двое суток, только звонили в аэропорт на горячую линию и получали информацию. Этим людям было предоставлено гостиницы, но вот самая неприятность в том, что гостиниц не хватало. Ну, потому что это День Города. Я скажу, почему, потому что День Города. В России очень много прилетело в город, да, и вообще каникулярный период, и туризм, вот мы знаем, что Екатеринбург стал в топ-3 вошел городов по привлекательности этим летом в связи с погодой, мероприятиями, уникальными событиями, и гостиниц не хватало. Вот это было, да, мы тоже подключались к размещению наших туристов, но то есть если вы организованный турист, то эти заботы о вас берут на себя турагентство. Если вы дикарь, а вы дикарь? Да. Вы просто купили билеты. Конечно. Значит, заботу о себе вы берете на себя. Авиакомпания должна предоставлять общественность. Конечно, она предоставляет, но если уже стали предоставлять удаленные, например, от аэропорта, то есть первыми загрузили те, которые в Кольцово, Азимут и полет, да, а дальше начали удаленные. Наталья, что делать еще раз туристам в этой ситуации? Ну, максимально не нервничать, это понятно. Да, что делать? Ну, что, не жечь нервы, да, поэтому улететь, что делать потом? Потому что ты ничего не можешь с этим делать, ты ждешь информации, наконец тебя вывезут, это понятное дело, потому что вывозили даже в пандемию. Да. Что делать в этой ситуации? Первое. Нужно понять, насколько надолго и что с этим происходит. Вот самое страшное, если все молчат, никто ничего не говорит. Вы берете ваучер, который у вас в руках, или там билет, на котором обязательно есть либо QR-код компании, либо 8800, телефон горячей линии. Звоните на горячую линию, все звонки пишутся, можете у себя в телефоне записать, что вы сделали этот звонок. Там у колл-центра все пишутся, спрашивайтесь, я пассажир вот такого рейса, какие мои действия, что делать дальше? Вам говорят, пройдите к администратору там аэропорта, в справочное бюро, получите то-то, сделайте то-то. Многие туристы боятся на свой страх и риск уезжать из аэропорта. Вот у нас был такой случай, женщина с двумя детьми не поехала в гостиницу, никуда не поехала, истязала себя и детей, снимала это все на видео, присылала, как она боялась, что ее забудут. Но это тоже уже вот из раздела принятия вашего решения. Я рекомендую следовать рекомендациям авиакомпаний, следовать рекомендациям, которые вам дадут на горячей линии, следовать рекомендациям туроператоров вашего турагента, потому что мы сразу были на связи, мы получали по внутренним таким чатам и порталам информацию, что делать туристам, какой вылет. Единственное, что никто не мог предположить, что это так долго. То есть, когда вышел первый самолет... Следуем рекомендациям, наконец улетаем, возвращаемся дальше. Мы можем обращаться в суд? Ваше полное право. Да, ваше полное право. Ну, я имею в виду... Подождите, право-то есть, конечно, но это имеет смысл. Если вашему здоровью... Смотрите, моральный. Тут можно присоединить только моральный, да? Не, ну если я лечу на неделю и минус 3 дня от недели, это всё, это отпуск угромляет. А если плюс 3 дня? Были туристы, которые ведь не вылетели. У них тоже есть на это право. То есть, люди просидели в аэропорту 24 часа. Папа сказал, что они... Ну да, у них работа какая-то. Они развернулись, они сделали отметку о том, что они не летят, но это и увидит авиакомпания. Делают в аэропорту отметку, что они отказываются от полёта, им ставят такой штампик, они обращаются к туроператору, который производит возврат средств. Особенно, если это было 7, у вас 2 дня украли, на 5 дней никакого смысла лететь нет. Потому что если вы воспользуетесь этой услугой, услуга будет считаться оказанной, по крайней мере, перелётом туда и обратно. И фактически понесённые затраты туроператор спокойно подтвердит. Проще отказаться в этой ситуации от форс-мажора. И такие люди тоже были, это их решение. Будем надеяться, что вот такого, чтобы сразу два борта не случится, по крайней мере, когда я там полечу. Спасибо большое. Наталья Аборина, эксперт по туризму, была в итогах недели на радио «Комсомольская правда». На этом всё. Итоги недели подведены. Хороших выходных, насколько это возможно. Итоги недели с Евгением Йениным. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.